Привет, это Ярик Касти и второй сюжет из многосерийного сериала CD-проигрыватель. Здесь мы более подробно остановимся на каких-то фишках проигрывателя, на каких-то нюансах. Итак, поехали. В предыдущем я показывал, как поставить на точку. Сейчас я немножко повторюсь. Вот в этом плане. Смотрите. Прозвучал первый удар, я нажал на паузу. Мне теперь нужно отмотать на самое начало. То есть, если опять-таки удар сравнить с каким-то таким всплеском, то мне надо на самое начало поставить, воображаемую иголочку, перед самым началом этого всплеска. Я могу пользоваться... Могу пользоваться джогом. А могу пользоваться кнопками перемотки. Сёрч. Ну, кнопками, а не подписанный Сёрч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для чего, ну, почему можно? Можно джогом, можно кнопочками. Кнопочками более точно получается. То есть, вы просто одно нажатие, а это один маленький шажок. То есть, если надо там буквально на чуть-чуточку, чуть-чуточку, где-то что-то под это, то вот как раз можно кнопками пользоваться. Теперь. Что вы делаете, когда переключаете на новый трек, да? Чтобы не тратить зря время, сразу... Ну, вот, допустим, на новый трек, да? Сразу побейте по кьюшке. Вот. Может у вас уже трек и стоит на первом ударе, да? Ну, допустим, как вот в этом варианте. Просто трек начинается буквально с удара. С первого удара первого квадрата. Ни с туплением, ни с чего другого. И не надо париться, уже точка автоматически стоит. Тут есть такая функция в этом прыгивателе, как автокью. Вот. И как бы, что она делает? Она просто ставит метку на самом начале трека. И если трек начинается с удара, то у вас... Работа уже сделана, как бы, точку ставить не нужно. Поэтому, как только переключительно трек, который хотите играть, пару раз побейте по кьюшке. Может уже все там нормально стоит на... Ну, трек начинается с первого удара, и точку ставить не надо. Вы экономите время. Время для вас это важно. Вот. Автокью. Где она включается, где она отключается. Вот эта кнопка. Допустим, если брать CDJ 2000-й. Вот. Под кнопками выбора источника проигрывания. USB, SD-карта или диск. Вот. Такая кнопочка. Кратковременное нажатие этой кнопки, оно переключает режим отображения времени. Время может отображаться в режиме, там, сколько уже проигралось. И если нажать, то будет отображаться, сколько осталось до конца. Вот. И если нажать длительно эту кнопку, то она включает или отключает функцию автокью. Для чего ее нужно включать? Для чего ее нужно выключать от функции автокью? Ну, например, включать. Она должна постоянно быть включена, если вы играете, как диджей. Если вы, ну, там, выступаете сетом или вы переключаете треки. Вот. Потому что она автоматически останавливает трек на начале... Ну, ставит метку, ставит точку на начале трека. Вот. И вам не нужно делать лишнюю работу. Если ее отключите, то тогда, когда вы переключите на следующий трек, трек сразу начнет играться. То есть, воспроизводится. Вот. И, ну, это неудобно, когда вы сводите. То есть, вы переключили на трек, он уже начинает играться, вам надо играть, вам надо ставить на паузу, искать точку. А так, перещелкнули, он остановился, и там вы уже проверяете. Стоит он сразу на точке или надо где-то там что-то отмотать. Вот. Когда эту функцию желательно отключить? Когда вы играете микс. Ну, то есть, когда вам нужно, чтобы играл микс. Ну, когда нужно, чтобы играл микс. Допустим, клуб только начинает работать. Да, 8 часов. Людей нет, но должен быть какой-то фон. Вот. Вы берете свой микс уже заготовленный. Вот. Вставляете. Если микс порезанный на треке, чтобы он не остановился после первого, не остановился этот микс после первого трека, а дальше продолжал играть. Вы просто останавливаете, вернее, отключаете эту функцию автокью, и себе оно идет, играет трек за треком, как обычный CD-проигрыватель. CD-проигрыватель. Окей. Функция реверс, когда нужна. Ну, как бы, это такая творческая функция. Она нужна больше для каких-то эффектов, для каких-то... Как вы ее примените, так она и будет нужна. Можно, допустим, трек выводить с помощью реверса. То есть, как ваша фантазия позволит, так ее можно использовать. Вот. Дальше поехали. Горячие кнопки А, Б и С. Они есть на тысячном проигрывателе, они есть на двухтысячном проигрывателе. Как их поставить? Ну, допустим, задача. Я хочу поставить горячую точку А на том месте, когда вот трек взрывается, да, там, когда начинается его мясо, основная часть, да. Вот. Что для этого мне нужно сделать? Для этого я нажимаю вот кнопку REC под этими кнопками. Вот. Они загораются красным цветом. Вот. И потом я просто в нужном месте нажимаю кнопку А, Б и С, и она запоминает это место. После того, как я... Ну, вот, допустим, смотрите. Все. Если под этой кнопкой А, под этой горячей точкой, меткой, что-то есть, то она горит зеленым. Если ничего нет, то она никак не горит. Вот. Итак, задача поставить нас на самом мясе, допустим, трека. Ну, вот возьмем, возьмем трек, возьмем трек, возьмем трек. Тек, возьмем трек. Вот, где там начинается самая душераздирающая часть, я хочу поставить горячую метку А, допустим. Я это могу сделать прямо на лету, пока трек играет. Точно так же ставятся все остальные, там, Б и С, там, где вам нужно. Поехали дальше. Петля. Очень удобная штука, когда заканчивается трек, вот, и нужно залупить его конец, или когда трек слишком короткий, допустим, очень эффективно применяется петля в R&B, в какой-то фанке, когда треки короткие, и нужно просто зациклить, допустим, барабанный проигрыш, инструментал какой-то, чтобы его без проблем вывести, свести. Вот. Вот эта петля. Как она работает? Давайте возьмем какой-нибудь другой трек. Из другого стиля. Ну вот фанк возьмем. Вот идет проигрыш. Вот. В общем, нам нужно зациклить какой-то участок. Мы можем сделать это вручную, то есть нажать IN-OUT, то есть мы этим самым покажем, где петля начинается, где петля заканчивается. Например... Вот. То есть IN-OUT тоже в горячем режиме, пока трек играет, я могу его, я могу его зациклить. Очень полезная функция, опять-таки, в конце, если трек заканчивается, вы можете это сделать. Вот. Или в начале... Вот. Чтобы выйти из этой петли, когда эти две кнопки одновременно мигают, значит у вас трек в петле. Чтобы из этой петли выйти, нужно просто нажать RE-LOOK. Ну, то есть рядом вот эту кнопочку маленькую. Одним нажатием я выхожу из петли, повторным нажатием я RE-LOOK, то есть опять в нее вхожу в эту же петлю. Это был Ярик Касти, закончили мы на петлях, еще очень много чего нужно рассказывать об этом проигрывателе, у него много интересных полезных функциях. И до встречи в новой серии, посвященной CD-проигрывателю CDJ 2000, конечно, CDJ 2000, 2000. Все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok